Как бы вы сейчас охарактеризовали отношения с вашим бывшим коллегой по левому флангу Игорем Дадоном и партией социалистов? Между вами или ними? Я могу со всей ответственностью заявить на всю страну, что я сделал все возможное и невозможное, чтобы спасти Дадона. Ну, спасти, вытащить его из-под влияния. Или даже сказал, сегодня он уже не просто под влиянием, сегодня он уже под матрасом Плохотников. У меня ничего не получалось. Он вместо того, чтобы он не обещал, что став президентом, мы покончим с режимом Плохотнюка в течение трех месяцев. Он соврал. Помимо того, что он туда сам залез, он туда уже начал таскать башка на гагаузе Ирину Влаг. Вот одна из встреч с Плохотнюком, встречался там Дадон, Ирина Влаг и Плохотнюк. Плохотнюк в своем стиле, как он умеет, он же не такой скромный, как вы увидите. А когда одна из встреч, когда эта встреча состоялась? Вот конкретно эта встреча, про которую я говорю, это встреча примерно 4 месяца назад, конкретно про эту. Просто господин Дадон утверждает, что он не встречается с господином Плохотнюком. Да тот может утверждать, у него просто шкурка толстая уже, как щурик, лапурчел, и как бы он даже уже не краснеет, понимаете? Он привел Ирину туда. Все-таки это наш президент. Извините, Плохотнюк начал там выступать. Влаг пыталась открыть его Дадон и говорит, Ирина, ты слушай этого человека, мы ему обязаны всем. Когда я узнал об этом, Влаг... А можете мне сказать, откуда у вас есть данные и вообще информация о содержании разговоров со встреч, где участвовали господин Плохотнюк, с которым вы вряд ли сейчас общаетесь, господин Дадон, с которым вы вряд ли общаетесь, и госпожа Влаг? Потому что Ирина Влаг в слезах позвонила своему одному товарищу близкому в Москву, да? Человеку, которому она многому обязана. Она с разными людьми в Москве общается. И говорит, вы понимаете, до чего дошло, что заходит... Мало того, что Дадон, но она пересказала то, что сказал, да? Два, она говорит, плюс еще приходит Яралов и Плохотнюк говорит, вот он будет отвечать за Гагаузию. Сегодняшнего дня решаешь все с ним. С кем? С кем? Кто будет сегодняшнего дня решать дела? Сергей Яралов, новый смотрящий от Плохотнюка, как они называют, подчеркиваю, это их выражение, не мое, да? За Гагаузией. И на самом деле Сережа там рулит всеми этими процессами в течение месяца. Мало того, они сделали невизным в Гагаузию Юрия Якубова. О нем писали в СМИ, что он там поддерживал ферендум в Гагаузии. Юра Якубов начал завозить туда технику, ремонтировать дороги. Якубов сегодня уже не заезжает в Молдавию больше года, потому что есть четкая договоренность возбудить против него тоже дела. Якубов психанул, он перестал заниматься благотворительностью, концертами, дорогами, сегодня сидит, находится в Москве, понимаете? Чем, на ваш взгляд, если это так, как вы говорите, чем, на ваш взгляд, господин Плохотнюк держит господина Дадона? Ну, послушайте, по крайней мере, то, что мне показывал лично Плохотнюк, это та самая встреча, последняя моя встреча с ним летом прошлого года, да? Когда он меня все уговаривал, там, ну, стать полностью его человеком, как бы, и так далее, и так далее. И вот мы уберем Дадона. Я ему задал тогда вопрос, говорю, слушай, только не блефуй, скажи, чем ты сегодня можешь убрать конкретно Дадона с дистанции, да? Он говорит, у меня, а, готовый механизм для того, чтобы выкинуть его и отобрать у него партию социалистов, потому что забрал он не закон, а два. Он минут через пять занесли копию материала визу уголовного дела, показывающий, как Дадон получал деньги от физических лиц из-за рубежа, причем в том числе и от физических лиц Соединенных Штатов Америки. Плохотнюк, говорит, я, экономию факультет комиссии Ругаториума получили, как бы от них они нам подтвердили. Деньги за рубежа для чего? Как, для политического проекта партия социалистов Республики Молдова, понимаете? Ну, ради бога, Дир, об этом вчера, в прошлом году писали журналисты-расследователи, и на что это повлияло? Правильно. И вы знаете, про Филаташ тоже раньше много писали, но закрыли его только в определенный момент. Поэтому сегодня он Дадона подкачал, послушайте, извините, важный момент. Я просто попрещаю... Наталья, он его не будет убивать, сегодня Дадон нужен Плохотнюку, вот он ему недавно представил первые 12 человек, которые Игорь должен провести в парламент по своим спискам, да? То есть ему эти люди уже были представлены, могу даже с наглостью сказать, среди этих 12 есть один мой человек, пусть гадают, кто это, все равно не угадает, откуда я-то и знаю. Значит, были представлены 12 человек, и Дадон сегодня, который надутый, накачанный, фотосессии, заявления, любовь к России и так далее, значит, Дадон же будет согласны, что наберет в разы больше Плохотнюка на выборах? Согласна, поэтому он сегодня нужен ему, как локомотив, для того, чтобы туда завести как можно больше людей. Я хочу посмотреть, что будет с Богданом Цирди, который защищает, там есть, кстати, условия, кого Дадон не должен брать в следующий список.